Всем привет, как ваши дела? Надеюсь, что всё хорошо. Прошу приветствовать вам моё новое видео ТОП-5 АНИМЕ ЖАНРА ДЕТЕКТИВ. Ну а в комментариях напишите своё любимое аниме. Ну а я желаю вам приятного просмотра! Место действия данного аниме – крохотный городишко, который зовётся Мирачоу, что в переводе значит «Город лабиринтов». Здесь живут исключительно девушки, которые занимаются предсказанием того, что произойдёт в будущем. Как-то раз сюда приходит Чия, которая стремится стать лучшей здесь живучей, получив ранг Урара. В стенах этого города девушка находит преданных подружек, которые хотят того же, что и она. Но поддержать победу удастся лишь одной из подруг. Не станет ли конкуренция помехой дружбе девочек? Аниме сериал, отснятый японскими режиссёрами в детективном жанре с элементами комедии. Сюжет сериала рассказывает нам о главном герое – Нарухудо Рюичи, который совершенно не имеет образования в своей сфере работы, а также не имеет особого опыта в адвокатской сфере работы. Но, как ни странно, он бежится только за самые сложные и запутанные уголовные дела. Наш герой любой ценой защищал своих клиентов, доводя дело до последнего и доказывает, что подозреваемый совершенно не виноват. Аниме сериал созданный японским режиссёром Юники Вада в комедийно-фантастическом стиле. Анимационный сериал повествует зрителям о юной девушке Юки Нагато, которая воле судьбы влюбляется в одногруппника по литературному кружку. Но, как многие девушки, просто боятся признаться ему в своих истинных чувствах, а также открыть ему в свое сердце и душу. Об этом узнаёт её лучшая подруга, которая решает направить её в нужное русло и подтолкнуть на откровенный разговор с её любимым парнем. Аниме сериал, сюжет которого происходит в недалёком будущем. Всю планету накрыл новый апокалипсис, а именно некий вирус под названием галерея, который истребил практически всё живое, что обитало на планете Земля. Ну, как сказать «уничтожил», просто он переродил всех людей в неких монстров, которые уничтожают всех подобных себе и выживших в этом раке людей. Вот теперь вирус ждёт новые лазейки для того, чтобы заразить всё новых и новых жертв, которые так и не подозревают о том, что они тяжело больны. Анимешный детективный сериал, созданный чуваком по имени Тоши Синахара. Анимешная Англия 19 века. Крутое имение графа Фантом Хайва. Слуги выходит с не менее презентабельным Себастьяном. Молодой граф Сель очень любит поиграть в разные игрушки, и он с дворецким заключили интересное соглашение, которое касается не только чудных способностей дворецкого «Стрепни», а всё остальное вы узнаете, посмотрев саму аниме.